Горожане уже этой весной смогут отдохнуть на территории и прилегающей аллеи Духовного центра имени пророка Иссы Мирима. Строительство центра продолжает набирать обороты. Идет масштабная работа по благоустройству территории. Подробнее Хамзу Нурмагомедов. Работа идет отлично, а так работаем день 150-100 градусов, положим так. Народная аллея – один из главных социально значимых объектов для руководства Духовного центра. Работы здесь проводят ежедневно. Уже к весне горожане смогут прогуливаться по парку. Мы проводим работу, ну невидимую работу, ливневку, канализацию, дренажку. Также подводим воду к деревьям для полива. И, конечно же, занимаемся, то есть продолжаем уклады плитки. До моста мы уже завершаем. И уже дальше моста будем продолжать до мечети, чтобы… То есть готовимся к весеннолетнему сезону. Мечеть – сердце центра. Все бетонные работы проведены. Закончена кладка кирпича. Сейчас идут подготовительные работы для перекрытия крыши. Металлоконструкцией занимаются специалисты из Кизилёрта. В течение одного месяца переработали более 700 тонн металла. Иначе мы сейчас начнем в феврале вместе собирать. И все будет на работу. Вот все заготовлено для духовного центра. Эти работы останутся на века. Такого центра вряд ли когда-нибудь на Кавказе будет. Завод только занимается духовным центром. Духовный центр ежедневно посещает сотни людей. Приезжают дагестанцы и не только. Чуть ли не каждый после увиденного стремится помочь и стать частью этого проекта. Духовный центр – это поясненародная стройка. Например, установку этой колонны для мечети взял на себя Кизилюртовский район. И таким же образом профинансирован каждый элемент этого грандиозного объекта. У духовного центра нет определенного спонсора. Его строят всем народом. Центр уже сплотив вокруг себя тысячи дагестанцев. А полное завершение будущей жемчужины Кавказа планируется в 2025 году.